Но по движению, по словам, по тому, как человек живет, можно точно так же осознать, что мы строим. И это называется интеллектуальный актив. Я думала, думала. Я строила, строила. Я вот это выстраивала технологическую цепочку, чтобы точно моя роль вписалась в нужное, к товарищу точно попала. И потом, чтобы я зашла к нему, сменила ему декорации, и он, самое главное, от этого должен быть счастлив. Или та же самая история, когда человек приходит на работу. Все это быстренько меняется, человек считает, что он этой компанией или организации за счастье. И он считает, что если он туда пришел, то вот эти все товарищи, они должны быть счастливы, и 25 числа должны платить ему деньги. Он как смог, а они все должны. Принцип тот же. Как мы строим образ на основании задачи класса создания? Мы давайте посмотрим после того, когда вот эта вот невидимая часть, кость вращения у каждого из нас, по выходу из королевства под названием однокомнатная квартира, семья, друзья, родня, там, сад, школа и все прочее, вот она нами движет. Это то, что называется внутренним диалогом, тем интеллектуальным препятствием, которое я сама себе придумала, пока там выживала или страдала, или что-то имела, для того, чтобы выйти в люди на взлете. Почему у нас два тигра, да? Один без конца стращает, другой без конца причиняет боль. И мне нужно устоять именно вот с этой ягодой и понимать, что у меня всегда есть право выбора, и я могу на этих тигров внимание не обращать. И тогда им куда-то надо будет переместиться, потому что в моей системе им нечем поживиться. Но так люди крайне редко поступают. Обычно, если я специально написала сверху вниз, потому что наш мир сейчас весь перевернут, и телесность стоит на первом месте. Вот так вот у нас фундамент, да, вот у замысла, у образа, у человека правда своя. Я страдала, мне должны, мне хочется, мне нужно, а вы как хотите, как вам будет удобно. Мне должно быть хорошо, а вы лесом. Опять ложку вспоминаем. Вы меня накормите, а то, что вы помрете, пока я кушать буду, это меня уже не интересует. Вот это самая большая выгода, которая человека не пускает никуда. Почему? Потому что это мое величие эго, но под этим четкая основа. Я не могу. Когда человек что-то может, у него не бывает тупиков, каких-то там нежелательных ступоров. Он точно знает, так, сейчас садимся, разберемся. Сейчас, как это делать? Хорошо, так не идет, так пойдет. Так вот это не так. Ну, а вот раз, и открывается дверь. Дальше идем. Почему ваш выбор собственный, он должен быть на чем-то основан? Разум воспринимает образы. Образ — это конечное положение вещей, это то вами достигнутое, что бы вы хотели получить через какое-то промежутное время. Вспоминайте, роль всегда совершает какие-то поступки на основании своих убеждений для того, чтобы получить конечное. Вопрос «почему?» Включаясь в каждом из нас обоснование, начинает работать мышление, мы выходим из автоматики, из взвешивания, из внутреннего, внешнего, от сомнений, сопротивлений, неприятностей, и обдумывания, и придумывания самого ужасного, или самого такого иллюзорного, красивого. И даже не хотим для себя объяснить, каким способом это все должно произойти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok